Несмотря на то, что он такой тяжелый, он легче базы. А еще бы ты его держала? Ну, да. Верхом на волнах катаемся на катамаране по Кольскому заливу. Я встречала в своей жизни только просто экологов. Есть инженер-эколог, хорошо там. Эколог – профессия будущего? Об этом сегодня поговорим с нашей гостьей Анастасией Борисовой. «Артисты-бегуны» – сериал, который собирает массу просмотров. Доброе утро, друзья! Сегодня предлагаю поговорить о профессиях будущего. Ну, или о необычных профессиях. Их в последнее время появилось очень много. Вот, я даже выписал некоторые. Строитель острова. Или тестировщик водных горок. Или, о, известно очень. Переворачиватель пингвинов. Или профессиональная подружка невесты. А какие еще есть? Геология, дизайн. Необычные. Очень необычные. Все вроде необычные. Все необычные, да? Я не знаю. Музыкальные какие-нибудь. Профессии? Да. Ну, например, пивец. Прямо-прямо. Я не знаю, как сказать. Ну да, это можно назвать. Можно, да. Беспонятный, если честно. Высотник. Даже не знаю, если честно. Ну, знаете, есть переворачиватель пингвинов такой. Нет, не знала об этом. Нет, не знали? Нет, не знала. Первый раз слышу в жизни. Не могу сказать, в голову не приходит. Будем разбираться и искать ту профессию, которая, быть может, станет вашей. На календаре 13 июля, вторник. Начнем. Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Знаете, где мы сейчас находимся? Нет, расскажи, пожалуйста. Я расскажу. Мы находимся на морской прогулке. А куда мы плывем на морской прогулке? Мы держим путь на Сафоново. И по дороге посмотрим на Мурманск, на Промыслое. Много-много всего красивого. Дорогие друзья, не переживайте. Вы тоже это все увидите. Я вам гарантирую. Потому что мы это все будем снимать. Вот на вот эту вот камеру. Ну, терпение. Не прямо сейчас уйти, чуть попозже. Теплым летним днем мы отправились на морскую прогулку на Катамаране. За два с половиной часа посмотрим с воды на достопримечательности столицы Заполярья. Маршрут пролегает от морвокзала Мурманска до Сафонова. Вообще морская прогулка – это отдельный вид досуга. Другая энергетика абсолютно. Даже в будни устали, где-то волновались, где-то о чем-то переживали. Потом ты садишься у иллюминатора или смотришь с кормы на воду. Меняется настроение. Ты вспоминаешь, что есть просто ты и природа. Масочный режим, наполняемость 50%. На борту строго соблюдают все меры безопасности. И не только карантинные. Для каждого пассажира есть спасательный жилет, плоты и спасательные круги. Несмотря на то, что он такой тяжелый, он легче базовый. А еще бы ты его держала. Ну, да. На морскую прогулку выбрались не только мурманчане, которые хотят взглянуть на родной город другими глазами, но и туристы, приехавшие к нам впервые. С Санкт-Петербурга. А, так вы с Петербурга? Да. В Мурманске впервые? Впервые. Как вам эта прогулка? Какое впечатление? Очень-очень хорошее. Мы любим вообще путешествовать. Много где были, но очень довольны. Шикарно. Шикарный вид. Все замечательно. Погода. Мы отдыхаем. Мы вырвались из нашего пекла. У нас там 35 градусов сейчас. И мы отдыхаем на вашем 20-ти тайон. Очень советую. И буду... Я вот одноклассников все время засылаю. Все говорят, мы хотим в Мурманск. Которые из Питера? Конечно. Уже сюда к нам ходят? Конечно. Это успех. Это успех. Мы проплываем мимо знакомых мест. Памятник защитникам Заполярье на сопке Зеленый мыс. Внушительные ледоколы и причалы. А чтобы их рассмотреть поближе, можно воспользоваться биноклем. Мы просто в восторге. Особенно от того, что увидели сейчас. Просто стоим без конца фотографироваться. Что вы увидели сейчас? Мы увидели сейчас очень живописную природу, деревья, воду. Очень хорошие виды, классные. Есть на борту и собственный арт-объект от местного художника. Гигантская рыба, на которой изображены достопримечательности нашего полуострова. Расскажи, где ты была, почему ты опоздала? Я наливала себе чай. А ты же пропустила красивые виды. Тут постоянно красивые виды. Я думаю, что я ничего не пропустила. А почему постоянно красивые виды? Ну, в смысле, потому что Мурманск. Потому что тут просто очень реально круто. И огромная территория. Не то, что... Я вот была в Питере на морских экскурсиях в Москве. Мурманске больше пространства видно и более красиво. Я обязательно себе посоветую. А чай вкусный? Чай я еще не пробовала. Попробуй, чай скажи. Ну, не на дна, подожди. Я же тебя просто попробую. Нормальный чай. Нормальный? С сахаром? Да. Кстати, катамаран прибыл к нам из северной столицы. Можно сказать, сменил петербургские каналы на Кольский залив. Управляет им опытный капитан Владимир Владимирович Рудь. А здесь народ широкой души. Все поэтому приятно. Ну, север и север, что говорить. Все-таки климат более суровый. И народ, соответственно, добрее. Намного добрее, сильнее, крепче, благороднее. Брызги воды, свежесть морского ветра, крики чаек и захватывающие виды северной природы невозможно не проникнуться этой романтичной атмосферой. Здесь чувствуешь себя, как будто ты в море пошел. Ну, мне кажется, каждый бы мог бы себя почувствовать хоть раз с моряком и понять, что это путешествие, плавание. И, ну, какой-то небольшой, вот как мы сегодня, небольшая качка. Тоже можно почувствовать, что в море она еще может быть сильнее и в шторм. Очень сильная качка, что это не так просто. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает. И ничего поделать не могу. Наша прогулочка подошла к концу. На этой замечательной и душевной нотке мы заканчиваем наш круизный лайнерный поход. Два с половиной часа пролетели как пять минут буквально. Это просто блеевабло. Это анблеевабло. Это импосибло. Это фантастик. Сегодня, 13 июля, на Кольском полуострове ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Кандалакше плюс 25 градусов. В Апатитах и Кировске плюс 22, плюс 24. В Никеле и Заполярном 22 градуса выше нуля. До 22 поднимется столбик термометра в Североморске. В Мурманске плюс 20, плюс 22. Желаю вам отличного дня. Доброе утро. Напоминаю, что сегодня мы говорим о необычных профессиях. И за этим вопросом всегда можно обратиться к азиатским странам. Например, к Японии. Там есть необычные бегуны-артисты. На протяжении 15 лет по четвергам выходит сериал, в котором девушки бегут со всех ног по крутой улице. Комнезо. Редактор субтитров А.Кулакова О ОООТАКУ. ОООООТАКУ. КОМНЕЙКЕДАИ НЕАРУ КОООООНОСООНОСОКУ. КООООНОСОНОСОКУ. Никакого крутого поворота, сюжетной интриги или хитроумной развязки тут нет. Девушки просто бегут. Вот такая вот работа. Кстати, к профессиям будущего мы сегодня еще вернемся. Буквально через несколько минут к нам в студию придет эколог. И мы с ней поговорим об этой профессии. Не переключайтесь. История Териберки. Изучаем местный музей. Кто такой эколог и чем он занимается? Об этом и не только. Поговорим с гостем студии. Французское блюдо с немецкими корнями. Готовим киш с овощами. Сегодня мы позвали в студию экологу Анастасию Борисову. Доброе утро, Настя. Доброе утро. Доброе утро. Настя, расскажи, пожалуйста, как ты выбрала эту профессию? С детства о ней мечтала или вообще? Ну, вообще, наверное, да. С детства меня заботили вопросы о защите окружающей среды. Но изначально первое образование у меня химик. То есть сначала я ушла в химию, но потом я поняла, что все-таки мне хочется как-то иметь больше прикладное значение. То есть как-то это применять на практике. И химии. С химией это было тяжело. И я ушла. То есть второе высшее образование у меня экология. А вот первое лучшее образование сочетается? Да, это намного лучше. То есть мне как раз-таки на базе моей химии мне было намного проще понять технологические процессы. Потому что экология, на самом деле, это не просто там распределять мусор. Так, что это? Вот интересно. Ну, надо понимать, что есть большина с производства. То есть помимо вот того, что ты просто там где-то подбираешь мусор на улице, не соришь и тому подобное. Или там пластиковые крышечки собираешь. Помимо этого, то есть есть огромное производство, где надо внедрять какие-то технологии, которые не вредят окружающей среде. Потому что вот все эти экологические катастрофы последние чаще всего случаются из-за того, что кто-то что-то неправильно сделал. И для этого нужны экологи. И мне безумно нравится моя профессия. То есть то, что я выбрала, не жалею. А вот чего обучаются? Вот чего? Какие лекции там проходят? Ну, начиная с того, что и английский у нас было. Вообще, да. То есть экология – это довольно-таки такая международная наука. Потому что вот у меня было очень много опыта и за границей я училась, и коллеги приезжали. То есть это такой очень язык полезный. И особенно экологический язык. Что еще? Вот просто технологии какие у нас были. У нас были процессы и аппараты. То есть ты должен разбираться вот в этих всех установках. Адсорберы, абсорберы и тому подобное. Чтобы знать, что установить, например, где-то на какой-то линии, чтобы меньше выбросов образовывались. Или сброски. Какие-то честные сооружения. То есть ты должен знать, как это все работает. Не так, что вот давайте это поставим, мне это должен понимать. Надо позвать эколога, уточнюю, проконсультироваться. Да, инженеры-эколога. Инженеры-эколога. А вот в экологии есть какое-то вот, ну скажем, разные направления существуют? Эколог в этом направлении, эколог в этом. Или это общее такое название? Ну вообще это очень интересный вопрос. Я встречала в своей жизни только просто экологов. Есть инженер-эколог, хорошо. Там ведущий инженер-эколог только в этом направлении. Таких каких-то подразделений нет. Я думаю, что эколог – это та профессия, где-то должен разбираться во всем. Как раз-таки ты должен где-то отчасти знать биологию, то есть знать химию, знать физику. Это как-то вообще я не слышала о каких-то подразделениях, категориях. Вот говорят, что эколог – это профессия будущего. Так ли? Ты с этим согласна? Ну, я думаю, что… Да, за этим есть будущее. То есть учитывая, что у нас мир стремится к какому-то устойчивому развитию, то есть мы все-таки настроены на то, чтобы жить социально, благополучно, чтобы у нас была стабильная экономика. И при этом это все, чтобы мы все жили в гармонии с окружающей средой, я думаю, что экологи нужны. Хотя вот сейчас я столкнулась с тем, что очень мало людей знает, кто такие экологи. Потому что даже я, когда с кем-то знакомлюсь и говорю, кто я по профессии, возникает такое недоумение в глазах. То есть меня спрашивают эколог, а чем вы занимаетесь? Вы там бумажки перебираете, еще что-то? Ключички собираем. Мне так обидно за свою профессию становится, потому что все довольно-таки как-то несерьезно к этому относятся, с каким-то… Недоверием. Да, то есть казалось бы, за нами будущее, как мне так кажется. Вот оно как. А как ты видишь дальнейшее развитие общества в экологии? Есть оно вообще развитие? Ну, смотря за что мы будем говорить, за мир в целом или за Россию? Я даже не знаю, давай за мир в целом для начала. Но если за мир, если говорить сначала, наверное, начнем с развитых стран, с Европы. У них все хорошо, у них за последние десятилетия они как-то смогли сформировать такую экологическую культуру, причем я не думаю, что это все было… В принудительном характере. Как раз-таки наоборот, наоборот. Я думаю, что все равно там были и штрафы, и вот какие-то выпускали, не знаю, приказы, ну, условно приказы, так их назову. И как-то люди научились, то есть спустя поколение, люди научились жить вот в этой среде. И я думаю, что глядя на их пример, мы можем этому же поучиться, потому что, ну, я вижу, и в России есть стремление, то есть у нас вот есть этот национальный проект «Экология», в рамках которого вот действуют очень многие, начали действовать многие проекты по регионам. Так что я думаю, что если это все будет отражаться не только на бумаге, у нас есть будущее, есть развитие. Как и у этой профессии. Да, и у профессии, и вообще у мира в целом. Ну, как-то обнадеживающе звучит. Да, спасибо большое, что рассказала об этой профессии и о том, как ты попала в нее. Очень было интересно. Спасибо большое, что пришла. Спасибо. Доброе утро, друзья, особенно тем, кто только что к нам присоединился. Нашел новое местечко для селфи. У нас в городе появился новый арт-объект – памятник тюленю. Тюлень появился около Мурманского океанариума благодаря студентам «Магу», которые выиграли грант на его создание. Фигура получилась такой мощной, что ей не страшны никакие погодные условия. Ласты нарочно вылепили толстыми, чтобы дети могли по ним карабкаться. Мы немного отвлеклись от основной темы профессии будущего. Просто новость классная. А сейчас предлагаю посмотреть, что будет в заключительной части нашей программы. Киш – это не только музыкальная группа, но и блюдо. Как его приготовить, расскажет Юлия Константинова. Старые весы, утюги и посуда. Какие раритеты можно найти в Териберском музее? Одна из визитных карточек Териберки – местный дом культуры, который уже много лет является центром множества интересных событий. И в первую очередь благодаря териберчанам, которые вдыхают в него жизнь. Прямо здесь, например, находятся несколько музейных экспозиций. Сохранением истории Териберки занимается Екатерина Ивановна Елисеева. Вообще жизнь с домом культуры у меня связана вообще с детства. Я тут росла, ходила в это ДК, занималась в танцевальном. Вот видно навыки еще, то, что осталось, вот пригодились. 15 лет работала после школы здесь киномехаником. Интересная жизнь была. Кино крутили, народ приходил. Среди экспонатов музея – раритетные бытовые предметы, кухонная утварь и одежда. Многие вещицы были собственностью семьи Елисеевых, а некоторые появились в коллекции благодаря другим териберчанам. С каждым годом вот эти вот вещи, они становятся все как бы ценнее, да? И наши родители стареют, уходят. И думаю, да, может быть, сделать такой небольшой музейчик, где будут храниться вещи наших односельчан, родителей, бабушек, дедушек. Вот так вот потихонечку стало собирать. Одна из локаций музея оформлена в духе старой комнатки. Все предметы интерьера будто переносят в прошлое. Эта птица счастье, она подвешивалась над столом. Обязательно потому, как когда стоял самовар и закипал, то выходил пар, и эта птица счастье крутилась, что предвещало семье счастье. Из современных экспонатов большое панно-аппликация «Живи, село родное», которое выполнено в технике лоскутного шитья. Это буквально карта териберки. Все здесь – ферма, баня, школа, детский сад, даже почта, магазины и сам ДК. Екатерина Ивановна, скажите, а какая из вещей, которые здесь на этой экспозиции представлены, наиболее старая? Самые старые – это вот у нас поморские весы. Им практически уже 200 с лишним лет нам их подарили, тоже для музея. Механизм простой. Рыбу за жабры подвешивали на крюк и с помощью гирь определяли вес улова. К сожалению, не все детали сохранились. Тем не менее, предмет очень ценный. Всего в Доме культуры работают три экспозиции – «Поморская горница», «Поморский уголок» и «Наследие териберки». Рекомендуем заглянуть. Музей хранит еще много всего интересного. Евгения Гречуха, Сергей Расюк, ТВ21+. Доброе-доброе утро! Сегодня мы отправимся на северо-восток Франции, в регион Лотаринге, и приготовим национальное блюдо тех мест – киш. Киш – это заливной пирог на большой песочной тарталетке. Для пирога нам понадобится 400 г овощной смеси с брокколи, 100 г сыра брынзы, 100 г полутвердого желтого сыра, 200 г сметаны, 1 яичный желток, 100 г сливочного масла, 250 г пшеничной муки, соль, специи по вкусу. Если углубиться в историю блюда, то оказывается киш – изобретение немцев. Ведь регион Лотаринге граничит с Бельгией, Люксембургом и Германией. И немецкое влияние было самым ощутимым на этой территории. Пирог появился благодаря экономности и изобретательности немецких поваров. Они сохраняли остатки теста, которое замешивалось для приготовления хлеба, и делали из них основу пирога. В начинку добавляли ветчину, яйца и сливки. В общем, все, что было в доме. Берем 250 или 200 г пшеничной муки и просеиваем ее. Смешиваем муку со сливочным маслом. Затем добавляем 1 желток, соль по вкусу и 4 столовых ложек холодной воды. Перемешиваем. Вот получается такой комок эластичного теста, песочного, который мы сейчас раскатаем по противню. Точнее, по форме, в которой будем выпекать. Традиционно киш круглой формы, но у меня ее нет, есть квадратный. Так что мой киш будет квадратным. Раскатываем тесто. Лайфхак из интернета. Легче всего песочное тесто раскатывать между листами пергамента. Сейчас проверим, насколько это правда. В моем доме не оказалось скалки. Зато оказалось... Что это? Что-то цилиндрической формы. Буду раскатывать тесто с помощью этой штуковины. Супер неудобная штука. Вообще, песочное тесто должно легко мяться руками. Попробую руками. Вот таким образом расформировываем песочное тесто по форме. И высота бортиков не менее 3 сантиметров. Ну, собственно, тесто готово. Теперь накрываем его пленкой. И на час отправляем тесто в холодильник. Далее готовим начинку. Наливаем воду в кастрюлю, доводим до кипения и закидываем на несколько минут овощи. А в это время подготавливаем остальные продукты. Ломаем руками брынзу, добавляем сметану, соль и немного специй по желанию. Я обожаю карри. Ох, очень вкусно пахнет. На северо-востоке Франции пахнет востоком. К брынзе добавляем овощи. Перемешиваем. Приступаем к твердому сыру. Трюм его на терочке. Кстати, время отправлять песочное тесто на 15 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. Достаем, выкладываем начинку на тесто, сверху посыпаем тертым сыром. И снова отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусах. И смиренно ждем. Наш киш готов. Достаем его из духовочки. Время пробовать. Пахнет восхитительно, изумительно, аппетитно. Вы посмотрите, как тянется этот сыр. Что обычно нужно говорить, когда очень вкусно? Пускай ваше утро играет французскими нотками. Бон аппетит и доброго утра! Кстати, киш – отличное блюдо для завтрака и обеда. Если берете с собой на работу, рассчитывайте порцию и для себя, и для любимых коллег. Друзья, как мы выяснили, профессий будущего очень много. Некоторые вы даже можете придумать сами. Главное, чтобы они вам нравились. На этом у меня все. Пока-пока. Увидимся и да пребудет с вами сила! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok